Всем привет! Добро пожаловать на канал Прогблог ТВ. Меня зовут Вика, рядом со мной Владимир. И мы находимся в Амстердаме в офисе букинга. Сегодня мы поговорим о том, как устроиться на работу в компании в Амстердаме. Как ты искал работу? Мне понравились Нидерланды. Я решил здесь остаться. И я начал смотреть, какие компании есть именно из таких интересных, которые занимаются интересными вещами, которые международные. Потому что мне не очень хотелось работать в компании, у которой очень локальная амбиция. То есть мне очень хотелось работать в компании, которая говорит, вот наш рынок Нидерланды, 15 миллионов человек, вот это наш потолок. В которой, желательно, в которой английский язык, основной язык, потому что, опять же, это тоже учить язык, это большая инвестиция. Вот, и на тот момент мне было непонятно, она вообще оправдана или нет. И вот я составил список просто и пошел по нему сверху, вот, то есть по убыванию. И так получилось, ну не знаю, вроде я постарался и, наверное, повезло в чем-то. Знаешь, интервью это всегда так 50 на 50. Так вот случилось, что первые же две компании мне дали оффер, и я решил, что, ну, дальше нет смысла идти. Первая компания, это был банк, и я, наверное, я был не в восторге от всех аспектов, поэтому я не буду называть его. Ну, такой очень большой, очень большой. Ну, очень интересно, что это был банк. Это очень большой был банк, и там, значит, было круто, что они дают сразу довольно много денег на тот момент. И они давали еще, по-моему, там было, значит, ну, вот типичная банковская тема, короче, и у них еще было в контракте написано, что через полтора года, там, через два года у вас будет личный автомобиль, там, Вольво, там, ну, то есть вот какие-то такие вещи. А мне нужна была работа, там были более или менее такие проекты. И я пошел к ним, и там были раунды интервью, значит, там, по-моему, пять раундов было интервью, просто, просто очень много разных таких, не очень айтишных, не очень традиционных. К примеру, вот представь, последний раунд интервью, часть этого раунда, это ролевая игра, в которой участвуешь ты, психолог, и актриса. Актриса приходит к тебе, садится и говорит, играет роль твоей подчиненной, а ты менеджер. И она там жалуется, она начинает жаловаться на коллег, а в углу сидит психолог, и она записывает на планшет что-то, и ты напрягаешься, потому что ты понимаешь, что она записывает больше, чем ты говоришь. И я вообще не понял, что происходит, но я прошел это все. Вот, и мне, ну, таким, мне подарили бутылку дорогого шампанского, опять же, на стиле, да, банка. Сказали, что они поздравляют, что я, вот опять же, как люди формулируют, поздравляем, что вы смогли добраться до нас. Ну, как-то так, знаешь, было. Я такой, ну, хорошо, классно. А потом, а параллельно я с Букингом общался, и, ну, я как-то так вот сказал, что я уже не успеваю. Они передвинули интервью, но пораньше я к ним пришел, то есть я очень оценил этот джест. Я пришел, ты знаешь, я зашел в офис, я пообщался с людьми, я посмотрел, что у них происходит, я прошел интервью, и вот в конце мне тут же сказали, что да. И я, честно говоря, долго не думал. А контраст был в чем? Потому что здесь была другая атмосфера совершенно. Понимаешь, во многих висях, как люди общаются, как они на тебя смотрят? Вот, они общаются с тобой на равных, или они общаются с тобой, что, ладно, чувак, докажи нам, что ты можешь, и, возможно, ты в этот круг попадешь, да. Или вот в Букинге люди общались абсолютно открыто, абсолютно на равных, да. Даже такие мелочи, вот кажется, да, мелочь, но ведь это же каждый день, да, в твоей жизни будет. К примеру, как они одеваются. Вот в банке люди были там, там была, я до сих пор помню, жара была, значит, 30 градусов. И люди были, значит, в брюках, в рубашках, они все потели, но вот они были вот все, значит, в Букинге просто люди, вот в футболках, в шортах, там непонятно в чем. И это, ну, мне лично больше подходит, может быть, будут люди, которые будут плеваться с этого, да, но вот мне это больше подходит. И когда я общался с ребятами на интервью, ну, с ребятами, там были синер, синер и принципы, но когда я общался с людьми на интервью, значит, они общались со мной на равных, им было интересно. Я сейчас понимаю прекрасно, что тогда мое выступление было, наверное, ну, сейчас бы я лучше, конечно, выступил, но нам было интересно, нам было о чем поговорить. И это все было в формате беседы, вот, в которой не было задачи меня там завалить или еще что-то, а была задача выяснить вообще, как я мыслю, о чем я думаю. Ну, и вот сейчас, к примеру, я в Букинге тоже делаю интервью, и я очень вдохновился ребятами, которые меня интервьюировали, я как-то стараюсь, ну, двигать это в том направлении тоже. А какие собеседования обычно в Букинге? Может быть, в целом ты знаешь, какая тенденция вот в собеседовании для программистов на местном рынке? Я объясню, что я имею в виду, например, в России, да, часто собеседование одно, потом через недельку или там на следующий день другое собеседование, там длится час. В Америке, например, это целый день, как правило, от 4 до 6 часов. Здесь каким образом? И какие собеседования? Смотри, я тебе не скажу за рынок вот именно голландский, ну, как я говорил, да, потому что меня он никогда так сильно не интересовал. Меня всегда интересовали компании, которые, вот Букингг, голландская изначально компания, она сейчас американцем владеет ей, но, то есть, компании, даже пусть они, там, не знаю, голландские еще какие-то, но у них амбиции сразу же, это весь мир, ну, там, или как, или Европа, скажем, да, поэтому... Ну, скажем, европейские какие-то. Ну, да, да, вот, то есть, стандартно, ну, такой подход достаточно, достаточно традиционный. Сначала есть какой-то тест, там, ну, к примеру, я вот про Букинг расскажу, да, сначала обычно, это чаще всего созвон с рекрутером, чтобы вообще что-то понять. Существует ли такой человек, да, уметь ли он говорить по-английски. Вот. Дальше, это обычный онлайн-тест, на котором, ну, такие вот алгоритмические задачи. Я могу потом поговорить, как я к этому отношусь, но... Вот. И дальше человек проходит, не проходит. Дальше мы принимаем решение, приглашать ли его сюда. Дальше Букинг оплачивает перелет, оплачивает визу, приглашает сюда. Да, и здесь целый день уже интервью идет. Бакенд-разработчик понимает так. Сначала это интервью сфокусировано больше на алгоритмах и структурах данных. Мы просим человека написать решение, чаще всего на бумаге или на доске. Вот. Оно такое сфокусированное. Дальше интервью идет по архитектуре и дизайну систем. Мне оно лично, как интервьюер, больше нравится, потому что это открытый диалог. Это такое вот дерево, огромное дерево возможностей. Вот по тому же пути пройти... Ты задаешь абсолютно одинаковый вопрос. По тому же пути пройти дважды нереально. И в этом прелесть. Вот. Ну, для меня лично. Потому что это интересный такой диалог, обычно двусторонний. Ну, по-разному бывает. Вот. И, соответственно, это дизайн-архитектура систем. Зачем там нет обычно вот правильного или неправильного ответа. Ну, чаще всего. То есть там есть вот именно рассуждение, насколько это интересная дискуссия, насколько это подкреплено фактами, там, обсуждения и так далее. И дальше идет интервью такое, ну, больше поведенческое уже. Его проводят самые такие уже... Ну, люди, которые настолько были долго в компании, они понимают уже, какая у нас культура компании, что для нас важно, не в технических смыслах, да. Как человек общается, как он принимает фидбэк. Такие вещи. И вот по результатам этих интервью мы обсуждаем и принимаем решения. Как ты относишься к алгоритмическим задачкам, к собеседам? Все понимают, что это не очень хорошая проверка. Но у нас нет времени. Ну, у компании, в смысле. У компании нет времени. Потому что, представь, из там, я не знаю, 10 тысяч людей, которые прислали свое резюме. Там, я не знаю, там, может быть, 6-7 тысяч отсеевых просто по резюме. Вот. Осталось там 3 тысячи. 3 тысячи созвонились с рекрутером. Ну, понимаешь, это вот воронка, да. То есть, там, 3 тысячи созвонились с рекрутером, осталось, не знаю, 500. И это воронка, и на это все тратится время. Моя позиция такая, если бы у меня время было, ну, если не бесконечно, то очень много, я бы хотел с каждым кандидатом поработать недельку, чтобы увидеть, как они действуют, как они решают задачи, как они действуют в ситуации, когда, ну, непонятно, скажем, непонятно, ну, у них нет зданий на эту ситуацию, да, как они, может быть, в немножко стрессовых ситуациях работают, да, и так далее. Просто посмотреть. Но на каждого кандидата, к сожалению, у нас нет недели. Ну, и у компании нет недели. Поэтому нужно посмотреть, как они умеют решать проблемы, как они действуют в стрессовой ситуации в ограниченном времени, и при этом не потратить на каждого кандидата по неделю. И вот тут уже вступают алгоритмические задачки, как именно такой, ну, как бы это сказать, ну, может быть, прокси, я не знаю, то есть такой показатель, быстрый, очень приближенный показатель того, насколько ты хороший кандидат. Я не удивлюсь, если там через 20-30 лет будут какие-то более хорошие показатели. Вот. Но сейчас, мне кажется, это так. Ну, просто мой призыв этот, особенно людям, у которых не очень это получается, воспринимать это как правило игры, скорее, а не то, что я плохой программист теперь. Вот. Есть такие, на мой взгляд, есть правила игры, которые вот, я хороший программист, но мне нужно еще постараться и 3-4 месяца подготовиться. Вот по этим правилам. Как тебе работает саоу-букинги? Ну, мне очень нравится. Сколько лет работаешь? Ну, почти 3. Вот. И я такой человек, я не очень люблю сидеть на месте, поэтому я думаю, что это само по себе уже показатель, что мне здесь очень нравится. Мне несколько вещей нравятся в букинге, но такая, наверное, основная, даже две, я бы сказал. Первая – это культура. Культура общения. Мы здесь очень часто на равных. Мы здесь оперируем данными. То есть ты можешь подойти, я не знаю, к синеру, к принципу, да, вот выше и сказать, вот смотри, я считаю, что нам нужно делать все это так. Я считаю, что… Может быть, даже в какой-то ситуации ты можешь сказать, я считаю, что… Ну, ты, конечно, не будешь подходить и говорить, я считаю, что ты не прав, да. Ты скорее скажешь, ну вот, вот у меня есть данные. Но, тем не менее, этот диалог, он есть. И вот это вот все общение каждодневное, да, начиная с того, что люди, там, я не знаю, могут улыбнуться тебе, там, принести чашку кофе, к примеру, или ты им принесешь чашку кофе, вы о чем-то что-то обсудите, такое нерабочее. Это, опять же, мелочи, на которые влияют. И заканчивая тем, что вы можете решать серьезные бизнес-задачи, и твое мнение будет услышано за этим столом. Никто не будет тебе говорить, что, чувак, ты три года назад пришел в компанию, помолчи, да, грубо говоря. Вот это важно, для меня это важно. Вот, а второй момент это то, что вот booking, это, с одной стороны, уже стоявшаяся такая компания, да, это не стартап, а с другой стороны, она еще не тот мастодонт, в котором, ну, в котором ты только маленькая шестеренка. И поэтому я чувствую, что здесь у меня есть, ну, как водится, да, вот рука об руку идут свобода и ответственность. Вот у меня есть свобода и ответственность, которые, мне кажется, редко какая компания доверила бы человеку с моим опытом, потому что это рискованно. Тем не менее, мне здесь это доверяют, и я это очень уважаю, ценю, и это, естественно, такая очень плодородная среда для опыта, для получения, ну, опыта, да, потому что тебе дают огромные какие-то куски, задачи, и по завершении ты просто очень резко такой, резко начинаешь в чем-то разбираться. Вот, поэтому, ну, эти две вещи, конечно, меня, ну, меня мотивируют здесь быть. А что касается коммуникации с коллегами, но не прям рабочей, о которой ты сейчас рассказал, что мы, в принципе, поняли, как она выглядит, а не работая. Ну, вы можете, насколько у вас близкое общение, то есть вы дружите или это просто рабочая коммуникация? Люди собираются вместе, люди могут там снять лодку и покататься, пойти в бар, это просто святое здесь. Я немножко такая белая ворона, потому что я не очень по барам, вот, но поэтому здесь, конечно, у людей именно личный, ну, человек человеку не волк, это точно. И вот я еще вспомнил, спасибо за вопрос, я вспомнил, что я благодарен Букингу за то, что у меня очень интересный круг общения. Он у меня всегда был интересным, но в Букинге как-то вот я встретил многих ребят, многих друзей, которые кто-то сейчас работает в компании, кто-то ушел в другие компании, но мы держимся вместе, вот, и я, конечно, благодарен. Какие у тебя планы на карьеру? Как ты себя видишь, например, там, через 5 лет, через 10 лет? Вот я вижу уже, что многие ребята, они достигают своего, как это называется, плато, да, по, именно, когда они работают программистами, не инженерами, а программистами. То есть ты можешь, ты когда достиг этого плато, ты можешь еще, там, знать еще два паттерна проектирования, ты можешь еще быстрее набирать на клавиатуре, ты можешь там еще, там, какие-то вещи выучить, но ты, чтобы более эффективно, там, на 15% лучше делать свою работу, на 20%, но это же не то, ну, к чему стоит стремиться, ну, на мой взгляд. Это называется вот такое, для меня лично плато, и дальше тебе, ты уже не можешь эффективнее работать, по большому счету, ты можешь уже начинать смотреть, но у тебя накапливается уже опыт, и дальше очень интересно помогать другим людям расти с тобой, то есть быть таким усилителем, да, и вот я уже сейчас немножко в эту сторону иду, но я еще, понимаешь, не достиг этого плато, я все-таки, мне еще есть чему поучиться, но там, через 5 лет я уже 100% вижу себя там, где я буду смотреть, именно, как решать вот большую бизнес-задачу, да, к примеру, то есть, которая может решаться там, через зайти, может быть, даже не очень через зайти, да, посмотреть в целом, вот, ну, на проблематику и помогать, может быть, даже людям, каким-то, там, разработчикам, к примеру, помогать им распределить задачи, помогать им сопоставить эти задачи с тем, куда идет бизнес, да, и так далее. То есть, я бы сказал, это такое больше product manager, и вот там я вижу потенциал повлиять на весь процесс так, что улучшить это не на 15%, как я говорил, а улучшить это, там, к примеру, в 10 раз, и это совершенно, совершенно другой эффект. И это вот product management, я думаю, потому что вот именно управлять людьми, мне кажется, это немножко не мое, и меня очень раздражает, когда люди, которые чувствуют, что это не их, идут туда, потому что им кажется, что это карьерная, ну, траектория, знаешь, мне кажется, все адекватные компании сейчас уже понимают, что там, расти как, вот, управленец, и расти как разработчик, но выше, это две просто параллельные карьерные линии, да, и это не то, что одно лучше другого, ты в обеих можешь расти, и вот booking это тоже понимают, но в некоторых компаниях, мне кажется, этого нет, и поэтому люди, которые совершенно не любят работать с людьми, не любят, там, вникать в их проблемы, идут туда, и, ну, это, конечно, трагедия для компании. А можешь описать свой типичный рабочий день? Ну, тут мы, тут мы на такую территорию встаем, где я что-то могу рассказывать, что-то не могу рассказывать, вот, но в целом я часто вовлечен, ну, то есть я занимаюсь не только, там, программированием, да, я часто вовлечен в вещи со стороны продукта, что для меня лично очень интересно, и это позволяет мне смотреть, мне кажется, шире на то, чем мы занимаемся, то есть не на то, что есть задача, ее спустили сверху, ты сел, такой, типа, хорошо, мне сегодня надо вот это закодировать, там, или как-то так, ты как-то здесь больше, более широкая, ну, ответственность, так скажем, за продукт, это во-первых, во-вторых, ну, опять же, то, что я могу, да, рассказывать, здесь поощряется, инициатива, я это заметил, я когда пришел вот только из университета, мне было так суперинтересно все, и я говорил, а давайте попробуем вот это сделать, и, а давайте попробуем вот то сделать, а вот я вот бэкэнд, но мне интересно в эту сторону пойти, да, и естественно, что мне не говорили сразу, да, Володя, это замечательно, конечно, мы будем делать, нет, но мне говорили, так, чувак, ну, хорошо, хорошо, ну, покажи что-нибудь, вот тебе там, к примеру, скажем, 4 часа, там, или 8 часов, можешь этим заниматься, покажи, ну, как ты это видишь, сделай там презентацию, сделай прототип, еще что-то, я делал, мы, ну, вот в 2 раза, когда я захотел что-то сделать, серьезное, большое, ну, такое, ну, больше, чем обычная, обычная задача бэкэнда, оба раза я сумел доказать, что это важно для компании, оба раза, ну, как бы получилось, поэтому, то есть, ну, понимаешь, тебя, ну, то, что вот мне нравится в моем каждодневном, да, что у тебя достаточно большая свобода, и тебя часто даже вот рамки твоей роли не очень ограничивают. Понятно, что если ты витаешь в облаках, там, занимаешься какими-то проектами, а твоя команда страдает, то тебе намекнут, но в целом нет такого, что это не твоя забота, и, пожалуйста, вот садись за компьютер. Скажи, сколько у тебя остается в процентном соотношении от твоей зарплаты после всех трат, там, на жилье, на проезд, что еще, коммунальные услуги, ну, питание, да, ну, смотри, хороший вопрос, на самом деле, смотри, мое замешательство сейчас очень объяснимо, потому что мы, у меня жена работает, ну, вот от общего нашего бюджета, я думаю, процентов, там, ну, может быть, 30, когда-то 40, можно сохранить. Тут еще очень зависит от того, как ты живешь, да, потому что, ну, ты можешь оптимизировать под свой стиль жизни, ты можешь жить в центре Амстердама, не готовить, чтобы холодильник у тебя не было, это одно, вот, другое дело, когда, ну, вот, можешь наоборот, там, пережимать себя во всех, во всех там развлечениях, то есть мы так в среднем живем, но я говорю, если здесь работать вдвоем, то проблем нет, вот, и второй еще момент, что меня лично и многих ребят спасает, это то, что здесь есть, в Голландии есть такое понятие, как 30% рулинг, это, ну, вот, 100% зарплаты у тебя снимается 30%, которые не облагаются налогом, и за счет этого у тебя не просто вот есть 30% не облагающимся налогом денег, но еще и ты попадаешь здесь же в прогрессивная шкала налогообложения, ты можешь попасть в более низкий брекет, и еще и меньше процентов, ну, то есть, короче, там остается, ну, это хорошие деньги, это очень важная тема, и это... Ну, это только для приезжих специалистов на какое-то время, правильно? Для приезжих специалистов у тебя должна быть зарплата, начиная от, то есть, это называется высококвалифицированный иммигрант, и это то ли на 5 лет, то ли на 7 лет, вот, ну, сейчас на 7 лет они пытаются ужесточить, искать на 5, но я считаю, что это не то, чтобы прям ужесточить, вот, это все равно хорошие условия. Как тебе Амстердам, ну, и какая-то саб-эрия, назовем ее так, как место для жизни, рассматриваешь ли ты это место как, наверное, на всю жизнь? Ну, я достаточно, опять же, я такой немножко перекати поле, жена у меня немножко более такая стабильная в этом отношении, вот, и я вообще для себя рассматриваю, ну, то есть, я даже ей говорил, да, вот тебе скажу, что я для себя смотрю, если у меня есть интересные возможности когда-то в будущем, ну, я очень для многих стран открыт вообще, в целом, но, во-первых, у меня хорошо в букинге сейчас, и я говорил, да, иначе, если бы мне было плохо в букинге, я бы 3 года здесь не был, а во-вторых, важный момент, на мой взгляд, это то, что Нидерланды задают для меня такую планку, ну, знаешь, вот есть 100% стран, и когда ты приезжаешь в Нидерланды, ты смотришь на одно, на второе, на третье, там, на безопасность, на транспорт публичный, на там еще что-то, и ты понимаешь, что ты попал, там, скажем, в топ-15% стран вообще в мире, ну, по всему, что тебе, вот, как нравится, не нравится, и дальше ты можешь, как бы, и у тебя вот в руке, знаешь, 4 кубика, да, и вот ты сможешь, допустим, как это, выкинуть еще раз эти кубики и попробовать попасть еще выше, но сама понимаешь, что шансы, они малы, а предсказать еще изначально, до того, как ты переехал в страну, практически невозможно, поэтому здесь мне очень нравится, вот, мне здесь нравится, потому что путешествия очень дешевые, ну, то есть, например, в Бельгию съездить, это вообще не вопрос, ну, то есть, просто не вопрос, там можно, ну, не на велосипеде, конечно, но, вот, это дешево, это близко, путешествия вообще спокойно, Голландия сама по себе интересная страна, здесь города с историей, то есть, можно просто, ну, даже по Голландии поездить и посмотреть города, там, вот, я очень советую Роттердам, к примеру, Гагу, интересные, интересные города, много музеев, люди спокойные, ну, спокойные, равновешенные, улыбчивые, ты на них, понимаешь, едешь в общественном транспорте, случайно зафиксировался взглядом на человека, он тебе улыбнулся или сказал, там, доброе утро, то есть, довольно комфортно. Другое дело, это даже, знаешь, вот для человека, для меня, к примеру, я из Питера, это 5-миллионный город, иногда мне нужно из точки А в точку Б, и я топлю, да, потому что мне нужно туда добраться, и это может смуть людей такого склада, как я, это может иногда даже немного смутить, потому что город очень-очень спокойный, размеренный, никто никуда не торопится, и вообще так, просто для атмосферы я могу сказать, что в букинге, когда нет каких-то жестких, там, не знаю, дедлайнов или каких-то вещей, которые нужно срочно делать, вообще даже валидный аргумент, к примеру, уйти с работы, потому что, ну там, типа, в 5.30, к примеру, я ухожу с работы, потому что я хочу успеть на ужин к семье, понимаешь, и это, ну, это дает понимание вот культуры голландской, да, вот что здесь происходит. Но ты, наверное, потому что ты из Питера, и ты уже привык к этой красоте, но ты не отметил, как плюс Амстердама и вообще Голландии, вот эту безумную красоту, что уходишь из офиса букинга, и ты находишься просто в каком-то нереальном месте, ты этого не отметил. Да, я, ну, во-первых, я в этом отношении испорчен, действительно испорчен, вот, а когда ты выходишь, ты оказываешься просто в центре Амстердама, ну, просто в центре Амстердама и просто выходишь в него из офиса, это, конечно, очень круто. А что касается языка, все-таки английский – это не тот язык, на котором говорят местные жители. Насколько сложно тебе вот с этим? В Голландии очень круто по языкам, то есть они себя и рекламируют, в общем-то, как страна для экспатов, что здесь люди разговаривают по-английски. Ну, я не знаю, ты заметила? Да, заметила. Вот, то есть, когда люди приезжают, вот так… Я знаю, что даже кино в кинотеатрах идет на английском языке. На английском, либо с английскими субтитрами. И, ну, я даже, знаешь, по-хорошему завидую голландцам немножко, потому что они из молодых ногтей. У них не так, чтобы очень много своих крутых сериалов, но они при этом, поэтому они как-то с молодых ногтей смотрят сериал на английском, в кино на английском. И вообще, там, знаешь, была когда-то карта, интерактивная карта, и показывали среднее количество языков на душу населения. И здесь оно было, ну, я не знаю, в среднем 2,5 или 2,4. Ты представляешь? То есть человек знает, там, голландский, английский и еще, наверное, немецкий, к примеру, или что-то еще. То есть это поразительно совершенно. И я могу сказать, что я всегда старался выбирать страну для вот жизни с языком, чтобы это было не напряжно. Ну, то есть, потому что язык новый учить, это все-таки большая инвестиция. Да. Ну, особенно если это голландский, который, в принципе, там очень замкнут. Да, конечно. Вот, поэтому и Голландия меня не разочаровала в этом отношении. То есть здесь очень много всего по-английски. И люди дружелюбные. Люди, ну, очень редко ты, ну, я даже не помню, когда вот реально был какой-то негатив по отношению к тому, что что ты не выучил наш язык. Ну, и напоследок традиционный вопрос, точнее, просьба дать напутственные слова, советы тем, кто смотрит нас сейчас, не в конкретный, наверное, момент, но тем не менее. Те, кто смотрят в сторону Европы, может быть, Америки, но вообще в сторону других стран попробовать себя где-то не там, где он родился и живет. Что ты можешь сказать? Вот это могут быть и бытовые какие-то советы, это могут быть советы, какие технологии изучать. Ну вот. Хорошо. Ну вот мой первый совет, это вот мой опыт, которым я очень бы хотел поделиться со всеми. Это то, что помните, что интервью, которое вы проходите в большинство технических компаний, это определенные правила игры, сформировавшиеся. На мой взгляд. Это мой взгляд. Поэтому готовьтесь к ним, но понимайте, что если вы не прошли по этим правилам, это не значит, что вы плохой программист. Если вы прошли по этим правилам, это замечательно, но хорошо бы иметь какой-то еще опыт тоже за плечами, потому что на одних алгоритмических задачах, ну все-таки не всегда очень далеко уедешь. Ну вот мой взгляд на это. Это одна вещь. И еще я хотел бы сказать по поводу именно переезда таких вот, опять же, свой опыт по поводу переезда в новую страну. Это может показаться сложным в начале, но постарайтесь жить в комфорте с этой идеей, с этой идеей нестабильности. Потому что постарайтесь, мне кажется, как только ты понимаешь, что ты нестабилен, вот я себе говорю, я не живу в Амстердаме на всю жизнь. Я могу уехать когда-то. Постарайтесь жить в комфорте с вот этой вот нестабильностью, и тогда, мне кажется, откроется куча возможностей, куча вариантов в жизни, как только вы поймете, что можно через три года переехать в Канаду, к примеру, или в Америку, или куда-то еще, или в Токио, потому что вам нравится Токио, или потому что там хорошее предложение по работе. Это просто вам открывает, ну вот снимает эти шоры, да, человек, который идет напрямую, и позволяет очень много сделать. И опять же, вот мой опыт, я когда перезжал в Финляндию, я думал, я больше никуда отсюда не хочу переезжать, хочу просто здесь жить спокойно, чтобы не только вот без этих переездов. Сейчас я совершенно спокойно переезжаю. То есть, поэтому это то, что приходит с опытом. Никому не комфортно регистрироваться в каком-нибудь там таунхолл, никому не комфортно разбираться там в налогах и платах за электричество. Но это такие необходимые вещи, и мне кажется, когда вы достигнете определенного уровня своей карьеры, это все уже будет без проблем, все ваши, значит, дискомфорты будут покрываться горкой сайдинг-бонусом, и вопрос денег уже уйдет, останется вопрос небольшого дискомфорта. Я бы со своей точки зрения посоветовал быть открытым этим возможностям, и я думаю, что вы не пожалеете. Спасибо за интервью, за то, что открыл для меня и моих подписчиков Голландию, Нидерланды, как IT-страну. У меня ты первый герой из этой страны. Спасибо большое, было очень приятно. Спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok